Преображение Губкинского продолжается без перерывов на праздники и выходные. Ход ремонтных работ спортшколы «Олимп» оценил глава города Андрей Бондурко. От старого здания остались только стены. Были полностью заменены системы отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и освещения. Внутри уже провели переустройство проёмов, заменили и усилили покрытие пола, обновили потолок и стены. На выходные, праздничные дни строители все работали интенсивно. Видим, что работа у нас продвигается хорошими темпами. И в этом году уже спортивная часть «Олимпа» открылась и две для жителей города. И разгрузили немножко наше спортивное учреждение, и арт, и грифтяник в том числе. В зале греко-римской борьбы уже полным ходом идут отделочные работы. Завершается покраска административных помещений. Следующим этапом будет произведена художественная роспись стен, установка спортивного напольного покрытия и декоративных настенных панелей с мягким наполнителем для большей безопасности во время занятий. У нас уже ребята приступили к работе по облицовке фасада, чтобы у нас здание сочеталось вместе с ДК «Олимпом» в единой стилистике, с такой же подсветкой, будет в таком же концепте сделано. Оценил Андрей Бондурко, и ход строительства Центра единоборств – северный характер. Они открываются во всем округе по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. В спорткомплексе предусмотрены залы для занятий боксом и самбо, гимнастикой и йогой, а также сауна и тренажерный зал. Трехэтажное здание с нуля возвели за год. Уже завершены работы по прокладке инженерных сетей, электричества и отопления, а также охранно-пожарной сигнализации. На центре единоборств уже полным ходом идет чистовая отделка. Строитель работает интенсивно, и уже в апреле месяце мы сможем посмотреть, как будет выглядеть внутренняя отделка, этот объект. А запустить мы его планируем уже в летнее время. Посетил Андрей Бондурко и стройку самого крупного в городе спортивного объекта – Ледового дворца. О его возведении во время честного маршрута в 2021 году рассказал глава региона Дмитрий Артюхов. Я ждал этот вопрос, никто не задал, как ни странно. Но мы построим здесь Ледовую арену. О чем давно? Вы просите. Заслужил давно город Бухинский. Площадь Ледового дворца составит 6,5 тысяч квадратных метров. На Ледовом дворце работает около 100 человек. У нас интенсивно закрывают кровлю. Удали сегодня отопление на здании, занимаются, естественно, черновая отделка. После проведения отопления строители перешли в круглосуточный режим работы. Практически на 95% выполнена кладка, как наружные перегородки, стены. Идет уже оштукатуривание перегородок и стен. Канализация полностью выполнена под водящий пути. Ведется нарушенная и внутренняя сборка сетей. Впереди еще большой объем работ, установка стеклопакетов, холодильные системы, отделочные и другие работы. Андрей Бондурко отметил, что доволен темпами работ на спортивных объектах. По мнению главы, поддержка любительского и профессионального спорта – одна из главных задач, которая стоит перед городом и Ямалом. Марина Ефремова, Денис Вильков. Новости Губкинского. Новости Губкинского.